Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую в любовь к Господу. Благодать и нерава Бога Отца и Господа нашего, Иисуса Христа, и общение Друга Святого. Аминь. Вот как раз я прочитаю сейчас стихотворение, прославлю Господа нашего, да, о том, как Бог явился в триединстве, да, о чем тоже я сегодня молилась. Слава Господу. И не только сегодня, о чем благотворила Господа. И также стихотворение о том, что и, понимаете, сам Господь, Он же действительно не должен был, да, по сути, принимать крещение. Он мог сказать, я Господь, зачем мне это нужно? Но Он, как сказать, да, был подобен нам во всем, да, Он знает наши страдания, и Он и крещение тоже принял. Ну, в общем, стихотворение о Господе нашем и о крещении. Горячий берег, воды Иордана, толпа людей, и знатных, и простых, пришли они послушать Иоанна, а он учил и наставлял всех их. Он говорил, покайтесь и креститесь, ведь Царство Бога ближе с каждым днем. От темных дел вы к свету обратитесь, не вечно на земле мы все живем. В грехах сознайтесь, к Богу развернитесь, все зло и тьму отвергните от вас. Не лицемерте, от души молитесь, что Бог благой для жизни вечной спас. Народ все шел, сменялись дни и ночи. В один из дней пришел к нему Христос, поднял тогда на Господа он очи. От сердца и смущено произнес, я должен от тебя, Иисус, креститься. Зачем ты сам, Господь, ко мне пришел? Оставь теперь, так надо было случиться, сказал Христос и в Иордан вошел. После крещения Иисус молился, отверзлось небо, видит Иоанн, что Божий Дух, как голубь, вниз спустился. Голубь, очень сильный, словно гром волненья. Глаз Божий, с неба о Христе сказал, Ты, Сын, возлюбленный, в Тебе благоволенье. Что ждет Его в дальнейшем, Он все знал. Так начал наш Господь свое служение. Для этого с небес Он к нам пришел. Принес на землю о любви ученье, О Божье и на крест за нас вошел. Он показал, как жить своим примером. Должны мы быть похожи на Христа, Служа другим, всем сердцем Богу верить, Чтоб в нас сияла небо чистота. Ай-минь. Ай-минь.